Его пальцы пахнут кофе. Донецкий бармен создает часы из кофе, которые издают потрясающий аромат во всем доме. Кофе – волшебный напиток, который стал неотъемлемой частью нашей жизни. Целая философия. Выпить кофе – это возможность приятно провести время в хорошей компании или наедине со своими мыслями. Такой напиток может расслабить, а может настроить на рабочий лад. Большинство людей наслаждаются им в традиционном смысле. Заваривают и пьют горячим и ароматным. А вот герой нашего первого сюжета пошел дальше и решил использовать кофейные зерна в качестве основного материала для изготовления часов. Что из этого получилось, смотрите далее. В жизни Алексея Декайра существуют две большие страсти – часы и кофе. Механизмы он полюбил еще в детстве, а вот увлечение благородным напитком стало для мужчины профессией. Проработав много лет барменом, сегодня о кофе Алексей знает практически все. Я жил в Стамбуле какое-то время, там работал в кофейне, там полюбил это все. Начал любить, точнее, мне привили, скажем так, любовь к кофе даже не как к продукту, а как к философии. Кофе как сам продукт, он впитывает в себя энергетику. То есть нельзя обходиться кощунственно, скажем так, он ответит тем же. То есть если с ним обращаться плохо, если подходить к нему с плохой энергетикой, он не отдаст от себя ничего абсолютно. Это как человек, только дерево. По-моему, кофе – это время, мы тратим время, чтобы выпить кофе, мы выделяем время, чтобы выпить кофе, мы ускоряем время. У нас жизнь связана, по сути, с кофе. Сейчас подавляющее большинство людей с кофе начинают даже сварить свой день. То есть быстрее даже, чем посмотреть сообщения на мобильном телефоне. Действительно, если кофе и время – понятие неразрывное, почему бы их не объединить, решил Алексей. Так свет увидели часы, украшенные кофейными зернами. Сегодня из-под легкой руки молодого человека уже вышел не один десяток работ, и каждая эксклюзивна. Цель мастера – показать всю красоту кофейных зерен. А так как материал натуральный, порой это бывает непросто. Материал хрупкий. Кофе жареный, зерно предельно хрупкий. Крепление, опять же, его нужно сделать так, чтобы часы были транспортабельны, чтобы их можно было держать в руках, чтобы они не рассыпались, чтобы они приобрелись внешний вид. В дальнейшем стал изучать различные дополнительные техники декорирования, такие как декупаж, кракле, кракелюр. Работа с полимерными материалами, с акриловыми материалами, лаки, покраска. Много чего сегодня перечислить. Стал совмещать, что-то стало получаться. В результате даже где-то какие-то есть элементы интересные. Благородный цвет, одинаковый размер, красивая структура зерен. Все это особенно привлекает в кофейных часах. Однако не всякий сорт кофе соответствует этим требованиям и подходит для декора. Чтобы вещь была статусная, выглядела дорого, если тем более это делается не для себя, как-то на продажу или еще что-то, нужно использовать только дорогие материалы. То есть если мы берем, скажем, велюр и замш, разница будет существенная. Также и в зернах кофе есть недорогие сорта, есть дорогие премиум сорта кофе, которые в работе, с ними лучше работать, и внешний вид их получается, ну, видно, что дорого. То есть я пробовал делать с дешевыми сортами, получалось не очень хорошо. То есть мне самому внешний вид не нравился, а если мастеру не нравится, то изделие никогда не увидит. Часто Алексей Декайра делает часы в подарок, воплощая в жизнь задумки друзей и знакомых. С кофейными зернами хорошо сочетаются многие техники. Однако есть вещи, которые, по мнению мастера, несовместимы с таким благородным материалом. Кофе – материал очень старый, история кофе насчитывает более 10 веков. И электронные часы, например, цифровые, я не думаю, что будут актуальны с отделкой кофе. Мне предлагали сделать отделку системного блока полностью в кофе. Я отказался, потому что кофе не будет смотреться никаким образом. В планах кофейных дел мастера много интересного. Идеи и задумки самой разной направленности. И хотя в основе каждых часов один и тот же материал, все же с помощью декора они становятся уникальными. В планах отображение часов с 24-часовым циферблатом, то есть сутки с одним ходом, с одним кругом, с несколькими циферблатами, различное отображение времени. Ну, я думаю, это будет что-то большое. Сейчас я работаю над часами картиной. Они будут длинные, скажем так. Дальше есть работа над картой мира. Кофе – это замечательный напиток. Его вкус и аромат определенно стоят того, чтобы потратить несколько минут драгоценного времени на приготовление чашечки крепкого, вкусного и ароматного напитка. И тем самым доставить удовольствие своим друзьям, близким и любимым. А получить кофейный подарок для истинного ценителя – настоящий праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова